Продолжение следует... Сегодня очень интересная тема и два именитых спикера у нас. Тема дискуссионная, поэтому будет две презентации, два выступления. Возможно, будет дискуссия между нашими спикерами. А пока, прежде чем передать слово первому нашему спикеру, Константину Николаевичу Кустюку, генеральному директору компании Директ Медиа, я хотел бы представить вам наши следующие вебинары. Посмотрите, пожалуйста, в начало нашего чата вы увидите расписание наших вебинаров на текущее полугодие. В этом расписании вы можете перейти и зарегистрироваться на все вебинары, которые посчитаете интересными вплоть до июня текущего года. Хочу напомнить, что все участники наших вебинаров получают бесплатный электронный сертификат, ссылка на получение которого приходит через некоторое время после вебинара на почту зарегистрированных участников вебинара. Ну, а теперь я хотел бы передать слово нашему первому спикеру. Да, я не объявил состав наших спикеров. Первый ведущий нашего вебинара я его объявил. Это Константин Николаевич Костюк. А второй это... Сейчас я полностью прочту со всеми регалиями. Александр Васильевич Иванов, президент издательской полиграфической ассоциации университетов России. А сейчас для начала нашего вебинара я передаю слово Константину Костюку. Константин, включитесь, пожалуйста. А сам ухожу из эфира и дальше уже наши спикеры будут продолжать. Добрый день, уважаемые коллеги. Благодарю вас, что вы сегодня пришли на наш вебинар. Ну вот, так получилось, что сегодня у нас день вузовского книгоиздания. Существует параллельная площадка, которая, видимо, основное большинство специалистов туда привлекла. В высшей школе экономики сейчас тоже проходит круглый стол. Ну что ж, у нас не такое высокое заседание, но зато сугубо практическое. Я думаю, те, кто пришли, это как раз знатоки дела. И с кем мы можем представить наш проект совместно с издательской полиграфической ассоциацией университетов России. Ну а камерный характер позволит более откровенно и глубоко дискутировать проблемы и действительно устроить такой вот пилотный бренд-шторм. Ну что ж, я постараюсь кратко изложить те предложения, которые мы выносим на рынок. Надеемся здесь проявить интерес. Ну а исходят они из того, что, в общем, наш сегмент вузовского книгоиздания, он небольшой, но достаточно проблемный, тяжелый. Не просто здесь работать. И, разумеется, надо постоянно искать интересные инновационные решения. Я начну как бы с общей картины, чтобы мы понимали, от чего отталкиваемся и что имеем в виду, когда обсуждаем возможности оптимизации вузовского книгоиздания, улучшения его, наших возможностей. Главный здесь фактор, как я считаю, то, что это самый плодовитый продуктивный сегмент российского книгоиздания. Я здесь написал на слайде, около 30 тысяч наименований ежегодно выпускается. Это примерно 25% всего книжного рынка страны по наименованиям. Из них больше половины это вот как раз приходится на вузы. Ну и понятно, что сюда входит, в продукцию вузов, входит то, что соответствует его уставным задачам, то есть обеспечение обучающих учебными информационными материалами. Но существует много разных но. Во-первых, несмотря на то, что надо издавать и обеспечивать учебный процесс, российское законодательство не рекомендует образовательным организациям финансировать из бюджета вот такие виды деятельности, как издательская, поскольку она не является профильной образовательной деятельностью. Соответственно, сложности поиска финансов и все остальные коммерческие проблемы отсюда вытекают. Из этого также вытекает, что тиражи вузовского книгоиздания, как правило, очень невелики. Продвижение, объемы, это все как бы не рыночные плоски. И, соответственно, издательская деятельность дотационна, и надо постоянно искать средства и постоянно оптимизировать свою деятельность. Ну и, наконец, вот даже и та продукция, которая выпускается, очень сложно ее из пространства вузов, так сказать, самой по себе практически некоммерческой, вывести в сегмент коммерческого рынка и начать продавать, монетизировать, как-то возвращать положение. Вот вузам это особенно сложно. Ну а из этого вытекает то, что и авторам, которые здесь выпускаются, тоже сложно выходить на рынок, получать известность. То есть, каналы продвижения, они во многом вузе по необходимости являются нерыночными. Это как бы проблема структурная, из нее не выйдешь какой-то придумкой. Вот это вот за и против те факторы, которые надо иметь в виду. Ну а я здесь хотел бы еще дополнительно ввести размышления, на что надо обратить внимание. Я бы хотел обратить внимание на другие страны мира и вузы мира. Вот сам я учился в Германии, получал образование, там знаю, о чем говорю. Вот меня давно как-то задался я вопросом, когда вот пришел в издательскую сферу, узнав о том, что в Германии практически ни один вуз не имеет своего издательства. Ну а в мире, если вы посчитаете, тоже практически нет такого феномена, как вузовское издательство, кроме нескольких брендов, там, Oxford, Cambridge и так далее. Это те, которые уже много столетий ведут эту деятельность. Почему вот такая ситуация? Ну я здесь разговаривал и с представителями зарубежных вузов, и с зарубежными издательствами. Ну вот здесь я обобщил вот эти ответы, с которыми я полностью солидарен. Ну главный ответ заключается в том, что это не престижно. Для автора, особенно серьезного, профессора просто издаться в вузе, это как бы ни о чем. В то время как рядом существуют научные издательства, как Springer там и прочие там в Германии, которые действительно десятилетиями, если не столетиями создавали себе бренд. Выйдя из издательства, становишься сразу, обрастаешь вот этими всеми бонусами. То есть авторы сами, во-первых, не хотят издаваться в ничего не значащем в вузе, когда есть рядом возможности ярких брендовых издательств. Второй момент, то что все-таки книгоиздательский рынок, он является рынком, и он совершенно самостоятельный. И вот коммерческие издательства, они подчиняются логике этого рынка, они создают его, они там правят балл, так скажем. В то время как вузовская книга издания, ну своего рода как бедный родственник, она ни в этом рынке, ни из него вытекает, ни из него черпывает деньги, и соответственно становится слабо конкурентно способным. Ну и наконец то, что заставляет задуматься, то что издательские технологии сегодня очень быстро растут, цифровые книгоиздания, тут надо постоянно вкладываться, постоянно надо следить за высокотехнологичными затратами, и включаться в них разделение труда. Вот вуз, он все-таки занимается другим, дает образование, на этом и деньги делает. И вот как и в любом бизнесе, рассыпаться на все возможные направления часто просто не хватает сил и внимания. Ну а самая главная проблема, ну я в принципе ее назвал, что продвигать издание авторов вуз и вузовское издательство может очень ограничено, в силу тех обстоятельств, которые я сказал. Вот собственно аргументация, почему вообще не стоит создавать вузовское издательство, ну с точки зрения наших международных коллег. Тем не менее, это делать нужно, то есть обеспечивать и издавать книги, и делать это не затратно, не ущербно, а в какой-то экономической логике. Все это необходимо. Ну собственно это и побудило нас громче заявить о существующих возможностях об аутсорсинге издательских услуг. И особенность момента исторического в том, что сейчас, ну например, мы можем предложить не только аутсорсинг издательских услуг, но и книгораспространение, продвижение авторского потенциала, потому что мы консолидируем силы в разных направлениях, и имеем доступ как к пространству бумажного книгоиздания, так и к электронному книгоизданию, к самому вузовскому рынку. Ну то есть у нас здесь больше инструментов. Ну и такой вот аутсорсинг для вуза имеет очевидные плюсы. Это значительное снижение типографских издательских расходов, разумеется, вследствие разделения труда. Это более оперативную, качественную реализацию услуг, ну поскольку мы это делаем для многих вузов, и специализируемся именно на этом. Ну и более широкую, эффективную дистрибуцию продвижения авторов, потому что мы над этим полем, в этом поле вузовского книгоиздания чувствуем себя как рыба в воде. Вот, это общие размышления такие, которые мы сегодня еще будем обсуждать, может быть не все с ними согласятся. Ну а я пока изложу в чем состоит это наше предложение, идея, как она практически выглядит. Вот, ну во-первых, для таких вещей мы специально вот с Александром Васильевичем Ивановым создали некий консорциум, который включает не только наше издательство как коммерческий инструмент, а это партнерство общественно-частное. Да, мы здесь представляем скорее такую исполнительскую площадку, а издательско-полиграфическая ассоциация общественную, поскольку является общественной ассоциацией. И, конечно, необходимо для того, чтобы вот эти понятия как бренд, продвижение действительно звучали на всю страну. Вот здесь вот расписано смысл этого разделения труда, издательско-полиграфическая ассоциация, она первичный здесь имеет вклад и связанный с издательской подготовкой качественной продукции, брендированной, имиджем, продвижением. Ну и мы, как я сказал, оперативная печать, логистика, дистрибуция на книжном рынке в цифровом печатном формате. И особенность в том, что сегодня при существующих технологиях удаленных доступов к печати, мы это можем делать все очень оперативно и быстро. Кратко скажу об издательстве Директ Медиа. Нам в этом году исполняется 15 лет. Вообще Директ Медиа – это дочка немецкого издательства в Берлине, поэтому мы вам обеспечиваем в какой-то мере международное партнерство, что, конечно, сегодня очень поощряется. Ну а так мы самостоятельную политику ведем и давно уже существуем, работаем в России, как российское издательство. В нашем прайсе около 3000 изданий, прежде всего по гуманитарным наукам, ну и по другим тоже. Директ Медиа, если кто не знает, одно из первых электронных издательств и также одно из первых, которые стали пропагандировать подход единства печатных и электронных изданий, которые я еще сказал. Кроме этого Директ Медиа – это владелец ЭБС Университетской библиотеки онлайн и ЭБС Книгафонд с аудиторией, ни много ни мало, около 50% вузовского и научного рынка. У нас около 600 партнеров вузов и примерно столько же издающих партнеров, издающих организаций, которые через нас дистрибутируют свою продукцию. Так что мы довольно широко представлены на рынке и продвигаем литературу и в бумажном, и в цифровом формате, и работаем и с розничным, и с корпоративным покупателем. Про издательскую полиграфическую ассоциацию будет говорить Александр Васильевич, а я перейду к неким тезисам, что мы хотим предложить и представить. Мы назвали наш вебинар межвузовской издательской платформой. Это немножко провокационное, так для красоты словца выражение. Но в каком-то смысле действительно то, что мы предлагаем, это межвузовская издательская платформа, а именно консорциум ЭБС. В первую очередь ЭБС Университетская библиотека онлайн и ЭБС Книгафонд. Суть, почему мы так назвали, то, что мы предлагаем площадку, в данном случае не для дистрибуции вузовского контента по лицензионным договорам, что мы и так делаем постоянно, а именно мы предлагаем вам площадку, платформу ЭБС именно вашего издательства. То есть, эта ЭБС может служить витриной издательского подразделения вуза. Что это означает? То есть, что вы можете рассматривать это как свою первостепенную публичную площадку, давать к ней доступ, независимо от нас, ну и сразу иметь уже в потенциале доступ в половину всей образовательной аудитории нашей страны. В целом мы представляем контент более 200 вузовских издательств, но, как я сказал, по обычной модели. А как витрина издательства вуза, это мы как раз предлагаем вам этим воспользоваться. При желании мы можем расширить комплект ЭБС и дистрибутировать, демонстрировать ваше издание на всех ЭБС ассоциаций АПР, то есть, всех ведущих ЭБС нашей страны. Ассоциаций, в которую мы входим. И теперь еще вот пару таких соображений, которые тоже могут быть дискуссионны. Во-первых, я бы хотел обратить на три таких феномена, связанных с внутривузовским книгоизданием, с его ростом. Во-первых, рост, понятно, чем вызывается, то, что необходимо издавать учебно-методическую литературу, и вот десятки тысяч этой литературы ежегодно выбрасывается на рынок. Сейчас каждый преподаватель должен подтверждать свою квалификацию монографиями, тоже стимулирует выпуск. Ну и, наконец, последние годы мотивационные критерии публикационной активности, они вообще подхлестнули публикационный поток и привели к росту как журналов, так и сборников конференций разного качества. И вот из этого роста и потока вытекает несколько проблем и факторов. Первый – это количественный и качественный рост вузовской книги. И я бы здесь хотел отметить, в частности, что в пространстве ЭБС вот этот рост вузовской книги, он очень заметен и очень значим. И практически за несколько лет вот для нас вузовское книгоиздание догнало, достигло показателей коммерческого учебного книгоиздания. Это, я считаю, колоссальное достижение. И уж одним только этим вузовские издательства должны быть благодарны ЭБС. В бумажном пространстве такого никогда не было. Ну, а вторая уже более проблемная сторона этого, что когда очень большой информационный поток, возникает проблема фильтрации, вообще проблема качества. Возникает некий публикационный вал, особенно вот когда начинают чисто количественные формальности выполнять, создают, печатаются всякие виртуальные конференции, и много всего лишь бы там для галочки. И, соответственно, вот этот весь возникающий информационный мусор, он, конечно, быстро дискредитирует вузовское книгоиздание. И очень остро встает вопрос отделить зерна от плевел, как все-таки в этом массиве действительно качественный элемент, а он существенно отделить от вот этого потока, который люди пишут ради своих там галочек и баллов. Ну, и вот, собственно, третий феномен, который связан тоже в первую очередь с вузовским книгоизданием, то, что мы печатать книги стали совершенно по-особенному. Вроде бы все по-старому. Книга сегодня создается в виде оригинала макета, он готовится для бумажного издания, но при этом у огромного количества вот таких подготовленных изданий практически нет шансов быть изданным тиражом. Ну, print on demand существует, и какие-то там отдельные минимальные тиражи выпускаются, но вообще эти издания существуют прежде всего для электронной дистрибуции, электронного существования. То есть, создается как бы для бумаги, а существует и используется на самом деле в электронных формах. ВБС, на разных платформах, там по e-mail и так далее. Преподаватель их активно использует в электронной форме. То есть, это такое квази-бумажное издание. И получается вот такая противоречивая ситуация. На нормальном рынке доминируют бумажные книги, а цифровые копии вот этих бумажных книг, они создают электронный рынок. Ну, вот ЭБС, например. Это нормальная ситуация. А вот здесь получается наоборот, что создаются цифровые образы бумажных книг, и они никогда не будут напечатаны, но при этом по всем отчетам у преподавателей в вузах считаются бумажными книгами. Такой эпифеномен. Из него тоже вытекает некое специфическое следствие. То, что дистрибуция в вузовской книги накладывает требования распространять и в бумажном виде, и в электронном виде, и в том пространстве, и в этом. Вот, собственно, вот это требование могут выполнять и выполняют далеко не все. И здесь и есть, лежит ноу-хау нашего издательства, которое может возвращать деньги с обоих рынков и с бумажного, и с электронного, и за счет этого снижать тарифы на подготовку книг. Вот, еще раз повторю, вот наша концепция, она заключается в цифровой книге. Цифровая книга, она одновременно и электронная, и печатная. В основном она существует, издается, распространяется в электронном формате, а вот под конкретный заказ, под особые задачи, печатаются бумажные экземпляры. Вот, собственно, этот вариант мы и продвигаем, пропагандируем, в нем работаем. Ну, и стоит еще обозначить, что, может, я это уже сказал, но, тем не менее, акцент поставлю, что именно электронный формат в нашем научно-учебном пространстве, на мой взгляд, становится доминирующим. И это единственный сегмент, где действительно электронный формат сегодня доминирует. А благодаря этому возникает возможность значительно удешевить технологию производства книги. Что, собственно, и мы и делаем. Вот, печать осуществляется по технологии Print on Demand, а подготовка тоже по, ну, несколько упрощенным, удешевленным технологиям, но которые, тем не менее, создают полноценную книгу как продукт. В этом и заключается наша компетенция. И чуть-чуть подробнее, что, собственно, входит в эту подготовку. Еще раз подчеркну, мы можем идти по полному алгоритму работы с классическим изданием, которое довольно трудоемко и дорого в производстве. Но, кроме этого, есть возможности, где мы действительно имеем возможность удешевить серьезно для ВУЗа эту продукцию. Ну, во-первых, когда книги и заказы соответствуют профилю издательства. Соответственно, в этом случае мы и подготовку, и продвижение этих книг можем осуществлять бесплатно. Потому что мы это дальше реализуем. И деньги возвращаем именно с рынка, а не с ВУЗа. Это вот, что касается профильной некой литературы. Журнальные форматы и продукции для внутреннего ВУЗа использования мы никак не можем, конечно, монетизировать на рынке. И вот эти вещи мы можем на основании чистого аутсорсинга, то есть на основании договора услуг. Ну, и услуги охватывают всю цепочку, которая необходима лицензирование, редактура, корректура, оформление, верстка, печать, обязательные экземпляры. Это уже от этого и зависит стоимость аутсорсинга. Дополнительно к этому предоставляется и мы имеем возможность самостоятельно предоставить АСБН. Вот с этого года мы предоставляем всем изданиям ДОИ идентификатор, очень важный для автора. Вот. И обращу ваше внимание, кто еще не знает, что с января 2017 года каждая издающая организация обязана предоставить два обязательных электронных экземпляра в РГБ и книжную палату. Это опять-таки предполагает некий рост затрат, скажем, обязательно электронная подпись, обязательно кто-то должен за этим следить. Вот эти вещи мы также принимаем на себя и можем осуществлять как услугу. Схема взаимодействия, ну, она достаточно классическая, на основании долго играющего договора, который существует по умолчанию, поступает заказ на книгу и ее тираж предоставлением рукописи, осуществляется согласование расчет стоимости по уже нашим подготовленным тарифам, которые тоже по цене очень выигрышны в сравнении со всем рынком. Соответственно, определяются сроки, заключается, если это не постоянный договор, заключается договор и выполняются услуги, доставляется тираж, то есть или в рамках долгосрочного договора это поступление заказа его выполнения или под отдельный заказ отдельный договор. Ну, а самое главное основное издательство Директ Медиа становится дистрибьютором этой продукции в электронном и печатном виде и во многом именно этим путем возвращает те реальные затраты, которые это издание в себе содержит. Ну, здесь я уже кратко это оформление выходных данных, все по ГОСТам, ну, и главный тоже момент, то, что мы предлагаем выпускать это издание не только под брендом одного ВУЗа, а вот под брендом всего нашего консорциума, то есть издательство полиграфической ассоциации и издательство Директ Медиа. Это, разумеется, более престижно, интересно для автора и способствует дальнейшему продвижению. Регистрация в РИНС, все остальные аспекты, которые связаны с разработкой лицензионной договора, не исключительные права, все это остается за автором или издательством. Дальше книга поступает в наш стандартный классический блок маркетинговой и продажной работы, участвует в выставках, у нас много технологий рассылок, презентаций на сайте, вообще мотивации автора работы с его книгой, мы добиваемся того, что она становится заметна всей аудитории, которой мы работаем. Разумеется, у ВУЗа имеется полная онлайн статистика продаж и использования. Ну, а дальше работа на бумажном рынке с книгаторгами, с библиотечными коллекторами, которыми мы взаимодействуем, с интернет-магазинами, ну, а также прежде всего продвижение внутри нашего собственного поля информационного, это вот ЭБС, который я сказал, различные проекты библиотечные, которые мы разрабатываем, библиотека Минфикшн и другая. Вот. В заключении пару моментов, которые можно узнать, то, что вот эту ускоренную технологию Sprint on Demand мы уже сократили до рекордного одного месяца, то есть от заказа до полученной книги в совокупности не больше двух месяцев должны занять. Если все правильно предложено. Рассылка обязательных экземпляров, ну, это все как обычно. Вот. И для автора свидетельства о публикации, которые они сейчас все требуют, ну, это может и сам вуз издавать, давать, можно предтверждать ему. Вот, собственно, вкратце вот та суть услуг издательских на аутсорсинге, которые мы представили. Ну, что ж, а теперь слово представляется Александру Васильевичу, а потом мы перейдем к вопросам и обсуждению. Добрый день, коллеги, приветствовать на нашем вебинаре. И очень интересную информацию дал Константин Николаевич. Ну, чтобы все понимали правильно в общем-то позицию самой ассоциации, у нас есть некоторые все-таки вещи, которые мы должны дообсуждать и консорциум, конечно же, это условное название, но начнем с того, с чего все начиналось в общем-то в России. Еще в 97-м году при создании ассоциации возникла эта мысль создать межвузовскую издательскую платформу. Почему? В разных регионах России вузы издают по одной и той же дисциплине совершенно свои учебные пособия и, конечно же, это дублирование, это издержки. И вот такая мысль до эпохи интернета, презентации Стивом Джобсом собственно говоря, айпада, что привело к революционным изменениям в нашей среде, эта мысль была. И сегодня мы натыкаясь, конечно же, на всякого рода камни, проходя вброд реки, вот первый шаг такой с Канилем Николаевичем решили сделать. Не все пока до конца ясно, я выскажу только свой взгляд на весь этот наш, в общем-то, сюжет, о котором мы хотим сегодня с вами поговорить. Что же все-таки происходит у нас с университетским книгоизданием в стране? Как человек, который возглавляет ассоциацию уже почти 20 лет, скоро будет в апреле, я наблюдаю, как это все ширилось и росло до кризиса 2013-2014 года, когда уже денег становится в стране все меньше и меньше, да, книгоиздание росло и выросло до объемов четверти издательского рынка. Но вот называть ли университетское книгоиздание рынком я бы не стал, потому что вузы в России обеспечивают свой текущий учебный и научный процессы необходимой литературой. Да, малотиражной, да, мы называли раньше это серой литературой, объем растет, потому что падают тиражи, ширится ассортимент, есть требования ВАГ, есть требования Министерства образования, и вот мысль какая мелькнула у нас как-то с Кастином Николаевичем, почему бы не посмотреть внимательно, чем можно помочь университетам в данной ситуации. Скажу, приведу несколько фактов. с 2004 года 98 университетов Российской Федерации дооснастили свои полиграфические мощности средним и тяжелым цифровым печатным оборудованием по технологии Print on Demand. Первопроходцем в этом процессе был Политехнический университет, который с 2004 года как раз начал массовое внедрение у себя на площадке этого оборудования и достиг серьезных показателей входит в топ-30 рейтинга Российской книжечной палаты за прошлый год сдающих произведения университетов России по количеству наименований выпускаемой литературы. Сегодня это более 400 наименований книг в год с номером сериальным ISBN. ВУЗы дооснастились и дооснащались когда у них были средства. 98 университетов все это сделали. Дальше стал вопрос о чем такие мощности загружать. Даже площадка политеха использует свой ресурс примерно процентов так на 25 от возможного. Это раз. Второй момент конечно же требования президента Российской Федерации которая касается того чтобы зарплату зарплату в УЗах поднять выше чем в отрасли в целом. А мы все знаем что редактора сотрудники РИО задающих подразделений их средняя зарплатка по оценкам ассоциаций составляет если брать в целом по стране где-то 21 тысячу рублей средняя арифметическая зарплата а надо то 45 50 как тут быть конечно же логика подсказывает что можно привести это на аутсорсинг по другим бюджетным статьям затрат но ректораты все таки сохраняют тенденцию выпускать все у себя хотя за последние три года было много произведено структурных изменений среди университетского книгоиздания например на Дальнем Востоке расформировали издательство Дальневосточный государственный университет также вот в Питере был в первом медиапризнан реструктуризация Политех в прошлом году вообще ликвидировал свое издательство и создал издательский полиографический центр я могу еще много быть примеров когда реструктуризация оптимизация прошлась по всем вузам сегодня тенденция изменилась все-таки университеты сохраняют свои объемы но весь вал выпускаемый вузами вузами 30% 30 тысяч на виновании книг я бы разделил все-таки на две основных части это в общем-то брошюры легкие монографии методички которые вуз может самостоятельно подготовить и издать и есть также серьезные книги которые выпускаются уже солидными тиражами за 500 экземпляров и больше сегодня 500 экземпляров это солидный тираж и здесь да конечно же вузу трудно трудно такие тиражи осиливать и трудно это все выпускать своими только силами теперь о публикационной активности вот здесь момент очень интересный очень любопытный и здесь мы с Константином Николаевичем сходимся в позициях что да университет выпускает под своим брендом под брендом скажем директ медиа под брендом ассоциации можно выпустить учебное пособие или монографию а вот дальше электронную версию пдф этой книги необходимо продвигать в интернет среде необходимо обеспечить онлайн продажи необходимо чтобы автора знали во всей стране как автор именно по данному курсу по данной дисциплине и тут да тут например я приведу опять-таки пример из своего опыта продажи за пятнадцатый год в среде ЭБС у меня как бывшего директора издательства технического университета выросли в семнадцать раз это ВБС эти цифры имели тенденции к росту это делать необходимо далее нас всех сковывает конечно же закон закон который обязывает нас отсылать в книжную палату 16 экземпляров первый момент и второй момент закон обязательном электронном экземпляре который представляется недоработанным на сегодняшний день много копий ломается по этому вопросу но пока что мы находимся в той среде на том поле которое правовое пространство нам обрисовало давайте посмотрим на слайд хотя бы мы увидим объемы книгоиздания научно-технической литературы вплоть до 14 года увидим падение с 13 по 14 год это как раз стояло когда университеты занялись реструктуризацией потому что сегодня да издательская деятельность в УЗИ считается непрофильной это юридический парадокс я изучил закон образования Российской Федерации полностью я не нашел там определение вообще слова издательская деятельность образовательной организации там есть все что угодно там можно открывать манежи цирки танцевальные оперные студии но издательская деятельность из закона выпала причем выпала как-то даже непонятно для всех участников этого процесса для Министерства образования в целом самого естественно и планово-финансовое отделы университетов и бухгалтерии говорят сегодня ваша деятельность Министерским издательством не является профильной и в общем-то как-то вот так вот все это происходит я покажу ссылку на статью федерального закона вы можете внимательно посмотреть что там может быть вообще в ВУЗе но к сожалению к великому сожалению издательской деятельности нет хотя соответствующее письмо мы к Ассоциации Министру образования уже в общем-то направили о внесении изменений в закон следующий момент откуда берется в общем-то рынок университетского книга издания прежде всего от защит кандидатских дотовских диссертаций о текущей учебной деятельности давайте посмотрим какие цифры численность аспирантов у нас падает докторантов немножко сохраняет тенденцию хотя тоже тревожные цифры уже в 2014 2015 2016 году появляются и естественно чтобы защититься чтобы что-то сделать должны быть публикации должны быть публикации это и разгоняет весь вал университетского книгоиздания Ксения Николаевич ссылался здесь на опыт зарубежных коллег я могу тоже немножко рассказать про опыт зарубежных коллег так как я лично посетил за последние пять лет и университеты США и Германии и Финляндии и в Англии и так далее и так далее тут все пазаически понятно да Германия не имеет при сетах издающих издательств это считается невыгодным в откровенных беседах с ректоратами даже с полиграфическими институтами Германии я задал вопрос почему например вы не издают учебное пособие по технологии полиграфического производства хотя готовите технологии немцы объясняют очень просто если тираж учебного пособия меньше тысячи рентабельности не будет рентабельности не будет мы тогда вывешиваем просто презентации в интернет и студенты учатся по ним в Германии все четко жестко и понятно а если конечно же тираж будет больше тысячи тогда любое другое коммерческое издательство подключается готовит ту книгу выпускает распространяет и в общем-то и волки сыты и овцы целы но в то же время в той же Германии ко мне неоднократно обращалось правительство некоторых земель и с тем чтобы изучить все-таки вопрос о создании при университетах своих издательств на сегодняшний день этот вопрос пока что висит но многие университеты Германии имеют свои полиграфические цифровые площадки для текущих быстрых как бы распечаток теперь у США Ельский университет огромные производственные мощности полиграфические производственные мощности есть свой специальный отдел там конечно же нет бренда издательства например Ельский как юрлица в составе университета но Ель выпускает очень много малотиражной литературы и как раз издательские процессы там происходят в основном на стороне возьмем университет Алабамы возьмем университет Сан-Диего то есть Калифорнии такая же ситуация мощные полиграфические структуры есть свои допечатанные процессы но бренд опять-таки находится где-то за стенами университета издательский бренд хотя выпускается все на собственной полиграфической базе что касается Оксфорда и Кембриджа это уникальная ситуация в мире когда огромный издательский консорциум там более 300 журналов например только в Оксфорде занимаются издательским бизнесом но эта ситуация эту вещь может себе позволить такая такие высокоразвитые страны Европы и Америки посмотрим на Россию кто себе это может позволить развивать такие мощные бренды наверное Московский университет Государственный Санкт-Петербург недавно я посмотрел цифры Российской книжной палаты с нашим университет Санкт-Петербургским государственным постоянно падает по показателям выпуска ассортимента учебной научной книги они даже не входят по-моему в топ-100 РКП то есть в Московском госуниверситете вы знаете что типографию закрыли издательская деятельность там тоже очисляется ну не совсем активно так скажем поэтому вопрос денег то есть какой из вузов готов развивать свой издательский бренд отсюда возникает ситуация что в общем-то необходимо увеличивать публикационную активность в вузе что для этого надо надо естественно обращаться за помощью тогда уже получается к сторонним каким-то структурам в первую очередь чтобы оптимизировать затраты например ассоциация в свое время восьмом году еще создала вообще коммерческую структуру под названием медиапапир которая имеет собственную полиграфическую базу достаточно мощной цифровой отсветной печати и которая сегодня является основным как бы таким игроком на рынке Петербурга для выпуска университетской книги по крайней мере мы думаем что я полагаю что эта структура займет достойное место на рынке Санкт-Петербурга и российском рынке через некоторое время потому что уровень цен на этой площадке очень низок так как экономика просто очень простая дело в том что я как вот в общем человек который проработал более 20 лет в государственной образовательной организации понимаю что у меня уровень накладных расходов ценообразования составлял иногда 174% в частной компании уровень накладных 25% 30% цена вопроса понятна этот момент очень существенный и собственно и собственно говоря он уже начинает работать потому что тот же например политех сегодня обращается ко мне с просьбой а не будете ли вы издавать наши журналы у себя на своей полиграфической базе это дешевле и главное быстрее потому что бюрократическая система любого вуза очень консервативна очень тяжело идут изменения очень тяжело продвигается рукопись куча согласований в общем огромный аппарат естественно вузу в таких условиях тяжело выпускать что-либо массово и мощно на аутсорсинг сегодня перешли многие университеты на аутсорсинг конечно же больших изданий это питерские вузы я не буду их называть в силу некоторых причин можно посмотреть интернет-площадки госзакупок и вы увидите что каждый в общем-то средний вуз Питера каждый год объявляет аукцион на полиграфические издательские услуги почему это происходит я уже сказал далее момент все-таки по медиапапиру взаимодействия рассказал Косин Николаевич я опубликовал некоторые цены подготовка печати простейших текстов 15 рублей за страницу дизайн верстка присвоение асбн может быть также бесплатным если это мало тираж то есть мы подходим персонифицированно всегда таким вещам стоимость услуг по дизайну приведена тоже вполне демократичная и правильные цены по самим типографским услугам то есть они в общем-то где-то на нижней границе рынка печатной продукции нашего города они проверены и они действуют то есть тут собственно говоря идет развитие потому что мы даем сейчас скидки например медиапапир проводит акцию до 1 марта цены которые видите минус 20% для всех авторов университетов города мы можем себе это позволить потому что экономика вопроса такова что на самом деле ценообразований на полиграфическом рынке и на издательском тоже происходит в сегодняшний момент в общем-то некое хаотичное движение цены например на не тот же вид продукции в Санкт-Петербурге могут различаться в 2 в 3 раза а автор не может у него нет времени исследовать весь рынок города по тем или иным позициям и потом ведь автору любого университета гораздо удобнее работать со специалистами которые уже работали в среде университетского книгоиздания книгоиздания с редакторами верстальщиками дизайнерами и так далее в медиапапире работают специалисты как раз которые уже 5 и более лет выпускали именно университетскую литературу знают все нужды чаяния авторов современных наших университетов естественно приведены примеры для расчетов в компании медиапапир естественно что здесь возможны любые корреляции поскольку сегодня полиграфический рынок возьмем данные 16-го года по книгоизданию он немножко по общему книгоизданию он немножко просел на 5-8% это предварительные данные и на 10% увеличился за счет рекламной полиграфии упаковки и этикетки эти тенденции идут это основные тренды растут также показатели флексопечати но в то же время в то же время я не пессимистически смотрю на эту ситуацию потому что сегодня да проседают тиражи но сама потребность в учебном пособии в монографии она сохраняется она сохраняется в целом по стране и мы сегодня например имеем заказы из других регионов например медиапапир сегодня обслуживает также наших финских соседей в том числе и госструктуры российской федерации находящейся в Финляндии это тоже о чем-то говорит финны печатаются у меня уже лет 7 финские издатели они утром посылают файл вечером приезжают за книжкой это им выгоднее как-то я спросил как насколько вам это выгоднее на 70-80% то есть полиграфия и сами полиграфисты когда я организовал мощную поездку в Хельсинки мы знакомились как клуб цифровиков Санкт-Петербурга с полиграфией в Финляндии выступал исполнительный директор ассоциации финских полиграфистов который привел такие цифры с 2003 года полиграфический рынок в Финляндии до 2014 года просел упал в два раза если ранее в Финляндии было 22 тысячи работников занятых полиграфией это 2000-й год сегодня это около 10 тысяч всего почему потому что в России произошло глобальное переоснащение печатной технологии и оборудованием и сегодня у нас стало реально дешевле если бы еще не таможенные барьеры на возимую мелованную бумагу мы сегодня производили продукцию еще дешевле чем в Европе и это факт вот здесь государство у нас почему-то не разворачивается лицом к отечественным книгоиздателям да и что говорить вообще-то требуются меры государственного протекционизма сегодня для поддержки всего университетского книгоиздания неважно будет ли это осуществляться на нашей междуузовской издательской платформе либо в университетах потому что в данный момент реально уузов денег нет и они реально пытаются оптимизировать свои затраты вы знаете о волне оптимизации которая прокатилась по нашей стране в вузах только за последние там два года когда был министром вызывания господин Ливанов волна оптимизации продолжается уже внутри самих университетов сокращаются кафедры объединяются высшие школы из факультетов делаются институты и цель здесь не совсем ясна потому что мы так в итоге потеряем собственно весь наш научный потенциал если мы здесь не будем бить колокол но это уже тема совершенно отдельной беседы и время мое как бы уже подходит к концу я хочу пригласить всех к дискуссии мы готовы эту дискуссию с Константином даже организовать вместе вот сейчас на данной площадке если будут вопросы сейчас прошу задавать свои вопросы да первый вопрос он ко мне обращенный информационный про ассоциацию АПР тот кто не знает это такая же подобная ассоциация Александра Васильевича ассоциация производителей и потребителей образовательных электронных ресурсов и туда входят ключевые ЭБС нашей страны университетская библиотека онлайн лайн гиатар консультант студента и инфраэм вот то есть это практически поле которое полностью на 90% охватывает все ЭБС и разумеется если книга попадает во все это пространство ну значит она доступна каждому учащемуся и преподавателю так что имеется ввиду ЭБС ассоциации то есть вот эти вот четыре мы можем работать с этими четырьмя ключевыми игроками второй вопрос образовательной научной литературы Эльдар Эдуардович задал я хочу тут сказать что конечно речь не идет только образовательной научной литературы как конерческие издающие полиграфические структуры которые мы представляем с Косоми Николаевича мы можем пускать любую другую литературу с удовольствием будем это делать потому что есть еще у нас огромные площадки как например Проза.ру есть площадка Ридеера где все издаются все как бы пытаются себе оставить память свою печатную версию но там есть свои вопросы что все вещества законодательства поэтому конечно же печатный экземпляр автор должен иметь на бумаге всегда у себя дома пусть это будет хотя бы 2-3 экземпляра его издания спасибо Константин Я хотел бы обратить внимание да вот сейчас таких вот сервисов на аутсорсинге вообще самопубликации которые просто ставят целью напечатать книгу их очень много Ридеера потом не могу вспомнить тоже предложения в общем которые постоянно всем по электронной почте там доставляются и касательно публикаций книг ну и в основном там журнальных статей с многократными обещаниями вот это своего рода мошенники на этом рынке да они ну про Ридеера не буду говорить другая модель а вот те которые вал которые вот даже я получаю по электронной почте это действительно такое на нашей почве чистое мошенничество когда выкачиваются деньги ну и самое главное что даже вот просто факт печати он сегодня ничего не значит на мой взгляд это ну мы можем также напечатать на принтере а при большом искусстве склеить книжечку напечатанная книга это сейчас вот не какой-то феномен там который завод или типографию может создать сейчас уже это гораздо проще важен весь комплекс чтобы вот эта вот книга она действительно работала действительно была доступна чтобы ее читали чтобы она рейтинги преподавателя поднимала чтобы она действительно осталась какой-то засечкой в его жизни вот этот вопрос как раз к сожалению не ставится а вот здесь вот и нужны те кто могут вот всю эту цепочку вместе собрать поэтому и мы например с этим предложением не выходим сами просто как издательство потому что нам нужна публичная общественная организация вот как ассоциация университетов вот только тогда здесь добавить что есть такой момент при выходе книги скажем у нас мы ставим на сайт новостную ленту автора номинования книги все в общем-то метаданные и естественно ставим это яндекс например оригинальные тексты поисковик через неделю уже находит книгу этого автора по запросу в поисковых системах и ставит его на первые строчки в поисковых системах то есть это продвижение бренда автора и бренда университета прежде всего этого не делает практически ни одно сегодня узорское издательство это для них достаточно процесс непонятный но для авторов которым нужно чтобы его имя звучало в среде интернет значит увеличилось количество цитирований ссылок на него это необходимый аспект и здесь естественно нужно это понимать авторам нам нужно провести вебинар для авторов чтобы они понимали о чем мы говорим сегодня у нас как утробный вебинар и мы пытаемся узким таким практическим кругом кругом точнее проговорить эти вопросы обозначить их для решения автору необходимо чтобы его книга не просто была опубликована а чтобы его метаданные фамилия имя отчество название книги по поисковым системам находились сразу же чтобы люди его коллеги знали об этих публикациях чтобы это развивалось в дальнейшем это существенный момент продвижения интеллектуального авторского потенциала любого университета и мы это будем вместе реализовывать спасибо всего доброго Константин да благодарю мне напомни Ламберт это издательство которое так удачно продвинулось и многих в своей сети поймало ответа ответа не получил у меня был личный опыт с этим издательством дальше была тишина потом куски своего текста я почему-то нашел в публикациях других авторов но я не стал как бы судиться с этим издательством но я предупреждаю что там все очень задумчиво да рассылки приходят да многие гордятся публикациям издательства Ламберт но это вообще-то профанация в полном виде хотя бы по обратной связи я послал собственный труд решилась проверить да но это тоже значит может быть общий между издательских платформ вы знаете что был список например сша некорректных журналов которые сегодня закрыт там например один библиотекарь просто публиковал списки журналов которые являются просто шарашкиными конторами так и в издательской среде мы должны знать кто с вами работает как издатель могу провести массу примеров когда частные издательства брали вузовского автора ставили ему номер айсбен которого в природе не существует печатали брали деньги автор объявлял эту книгу как официальную публикацию дальше вак не находил по номеру айсбен этой публикации в российской книжной палате вообще и человеку снимали защиту таких фактов было тоже огромное количество и здесь нужно понимать что куда вы обращаетесь кто несет ответственность за то что выпустил вашу книгу правильно легитимно самое главное и подтвердил это соответствующим сертификатом что например делает Константин Николаевич и себя директ медиа поэтому тут внимание еще раз внимание много сейчас да рынок книгоиздания проседает типографии бегают ищут вас автор бегают в университет и предлагают свои услуги ладно это полиграфия но они также предлагают и регистрацию том же ринг мы все сделаем они получают деньги дальше у них ничего не отсудите потому что как правило даже договоров грамотно легитимно составленных такие издательства не имеют я могу сказать что в Санкт-Петербурге осталось всего 47 издательств учебной и научной литературы по сравнению с тем что было лет наверное 15 назад когда было около 250 цифр конечно уменьшилось типографии держатся типографии закрываются многие но все равно эта ситуация имеет место быть поэтому как раз вот Ксения Николаевич нам нужно подумать о том чтобы именно авторская среда получила как можно больше информации о том что происходит в зафиге бизнес-технологии прошу да согласен ну что ж мы основные вопросы ответили вот я бы немножко бы заострил в заключении вот те вопросы которые мы поставили по сути дела парадоксальная ситуация когда поток публикации и вообще желание мотивация авторов очень быстро растут сегодня практически все должны кто работает в науке там университете все должны что-то печатать и как-то этим отчитываться вот это вот растет поток а возможности и даже от тех же вузов вузовского книгоиздания они падают закрываются издательства деньги сокращают на это вот возникают такие совершенно разнонаправленные возникают тенденции и выход издательства да вот какой выход да ну и получается вообще выпадает выход из этого может быть скорее всего ну это один из выходов которые мы видим это вот в такие в руки мошенников попадают да вот другой выход это развитие электронного книгоиздания который вот этот поток более-менее может охватить ну вот к таким выводам мы приходим сегодня вот наше решение это тоже как предлагаемый нами выход который более-менее нам кажется качественным вот но напоминаю сейчас параллельно с нами идет тоже круглый стол вузовское книгоиздание вот оптимизация к эффективности обсуждается те вопросы те же самые вопросы вот мы послушаем что коллеги может быть они там нам еще что-то могут предложить вот ну что ж коллеги позвольте наш вебинар закруглить мы и так уже с хвостиком поработали очень благодарю всех кто пришел с вниманием слушал ну и надеюсь это не последняя наша встреча и будем потихоньку вот от оптимизации к эффективности искать пути выходить из этого состояния я не сомневаюсь что мы все вместе найдем сообща всего доброго да я не сомневаюсь я не сомневаюсь Продолжение следует...